Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Товарищ прапорщик, ваше приказание выполнено. Подожди, так я ж вроде ничего не приказывал. А мы ничего и не делали. Ну-ли-о! Значит, так... Кругом... Товарищ прапорщик, тебе пакет. Тебе пакет. Не тебе, а вам. А нам он нафиг не нужный. Так, Гарбузенко. Я. Я, я. Запомни, я предпоследняя буква в алфавите. Последняя, вы шо? Э, я, Ю. Нет, Ю я. Что, Ю я? Я тебе дам, Ю я. Прапорщик сказал, я Ю, значит, я Ю. Завтра смотр армейской самодеятельности. Пора уже брать коня за рога. Так что ты у нас, Гарбузенко, будешь выступать. Ой, Волга, речка, водушка, ничего. Мапочка, слабо пою ведет. Так, я не понял, у кого мобильный. Отключите в Казарме мобильный, сколько раз говорите. Молчать! Кто же мне нашелся? Дима Билайн. И сюда. Ты у меня на смотре не петь будешь, понял? Ты будешь на смотре жонглировать тремями шарами. А я только двумя. Знаешь, что, Гарбузенко свои эти дурацкие шутки будет шутить. Знаешь, где? В программе смеяться разрешается. А тут цирк, о, в смысле это, армия. Сейчас закрой рот и скажи. Ты вообще, в принципе, когда-нибудь в жизни жонглера видел? Ты что, издеваешься? Шагом марш! Короче, шаг. Стой! Раз, два. Ты где? Встать! Значит, запомни раз и навсегда. Завтра в 10.00, когда большая стрелка... Что? Достигнет... Яка стрелка, у меня часы электронные вышел. Что? Да не мельтеши ты! Отставить! В 10.00, по твоим часам в тысячу! Понял, будешь у меня выступать! А то сидите, как свиньи в берлоге! И вообще, Гарбузенко, знаешь, у меня к тебе миллиард претензий. Ты позавчера забыл полить воду в цветах. Виноват. Конечно, виноват. А вчера с чахматной доски вообще пропали король и туз. Королева. Туз. Дама. Очко. Тебе. Перебор. Отставить! Порядок. Вообще не убирайся в казарме! Продолжается воровство краш! А можно задать вам это такие деликатные вопросы? Задавай! А почему у нас в столовой яйца мелкие? Такие, как будто крибрия не курил. Такие. Значит так, Гарбузенко, ты мне эти умные вопросы вообще никогда не задавай больше, понял? Я все-таки прапорщик! Лучше вспомни о своем будущем. Если завтра хорошо выступишь на смотре, в столовой сразу появятся нормальные человеческие... ...продукты. И вообще есть крылатая народная мудрость, что голову надо держать в голоде, а ноги в петле. Кто это сказал? Великий российский поэт Алексей Пушкин. Громоте! Александр! Алексей! Это Лев Толстой! Наберут дураков в армию. Ты знаешь, где у нас находится штаб? Это куда вы водите бак? Алексей, казар мой. Я тебе дам бак! Правый шард и левый. Видишь, что... Так, в таком положении... Для тупых объясняю. Если у меня чешется левое ухо, зачем я буду чесать его правой рукой? А? О, я почешу правое. Я не понял, а что, левый таки останется нечусанный? Слушай, ты меня дурака за кого держишь, а? Неужели это непонятно любому идиоту? Я и то понял. Берешь три шара по одному в каждую руку. Че тут непонятного? Мы нашли только две руки, я извиняюсь. Как две? Господи! Ну, конечно, две. Если бы у тебя было три руки, о-о-о! Тебя бы занесли в красную книгу рекордов Гиннесова. Ну, как этого, мартьянина с луны. Ты хоть помнишь, что такое воинский приказ? Райна, я приказываю тебе. Ты приказывай своим шарам. Шарлиры давай! Ко мне! Вот она, волшебная сила армейского приказа. Казарма без прапортика, как клетка без обезьяны. Шага, марш! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.